Приветствую вас, Полина. Давайте мы с вами для начала определим всё же, о чём вы говорите. Вы пишите, что вас раздражает то, что молодой человек остаётся у друзей. Вас это раздражает. Значит, раздражает вас это потому, что вы чего-то боитесь. Вы боитесь одиночества, на самом деле. Он молодой человек. Почему я так решил достаточно просто на этот вопрос ответить, потому что вы сами, в общем-то, спроекцировали ситуацию. Вы сами, в общем-то, её озвучили. Вы сами, в общем-то, высказали предположение своё насчёт того, почему мужчина ведёт себя, ну, может вести себя таким образом. Вот. И ваше предположение, оно не, ну, оно совершенно не случайно. Ваше предположение. То есть, это предположение, по сути, то, что вы думаете о себе. То есть, ваше предположение, это то, что вы думаете. Ваше предположение, это то, чего вы боитесь. Ваше предположение, это ваши собственные страхи. Вот. То есть, вы боитесь, что парню будет хорошо. Вы боитесь, что парню будет, значит, ну, скажем так, более комфортно с, значит, ну, с друзьями, да, нежели чем с вами, с вами. Вот. Вот. Вы боитесь, что по итогу мужчина просто-напросто выберет, как бы, друзей, а не вас. Вот. И связано это, наверное, с тем, что вы, ну, скорее всего, да, в себе не уверены. То есть, вы не уверены в себе, и у вас есть вот такая, ну, скажем, скажем так, да, у вас есть нехватка собственной значимости. То есть, вам не хватает, ну, какого-то занятия, да, для себя. Для себя самой. Вот. Вам этого не хватает, очевидно. Очевидно. Вот. И, соответственно, именно поэтому вас так беспокоит то, что молодой человек выбирает, вот, как раз, значит, друзей, а не вас. Вот. То есть, вы как бы чувствуете что-то вроде, может быть, ну, может быть, конкуренции с друзьями его, вы чувствуете, может быть, что-то вроде борьбы, вот, с его друзьями вы чувствуете, что, как бы, ну, должны бороться за внимание. Вот. А бороться вы должны за внимание, потому что, опять же, боитесь, скорее всего, его это самое внимание потерять. Вот. То есть, это все, вот, как видите, именно про вас. Это про ваше сравнение себя, ну, условно говоря, да, это сравнение себя с другими. Можно ли это скорректировать, чтобы этого не было? Да, конечно, можно. Для этого требуется, конечно, работа. Работа над собой для этого требуется. Вот. Для этого требуется определить, что именно вас возражает. Ну, то есть, чтобы вы сами, да, к этому пришли, чтобы вы сами увидели, что вами движет. И тогда, я полагаю, будет лучше. Вот. Реагировать на это нужно спокойно, вот, после того, кто боится одиночества. Нет, не факт. Если бы это было так, то вряд ли мы могли бы вам однозначно как-то ответить на этот вопрос, потому что мы вашего молодого человека не знаем, мы не знаем, какой он. И, соответственно, мы не знаем, что он из себя представляет, нам нужно побольше о нем информации. Вот. Поэтому тут как бы нельзя однозначно ответить. С другой стороны, меня интересует момент какой. Меня интересует момент такой, почему вас волнует, что человек может, например, может, да, бояться одиночества. То есть, ну, к примеру, да, вот, к примеру, ну, боится на одиночество. И для вас это что-то, что это значит? Для вас это правда что-то меняет? К примеру. То есть, а если меняет, да, то, если меняет, то что меняет? Конкретно. То есть, почему вас, вот почему вы хотите знать, боится ли это одиночество, к примеру, или нет? Вот. В чем для вас важность этого? Вот. Такая. Вот мне кажется, что данный аспект нужно проработать. В целом, речь идет, на мой взгляд, о вашей самодостаточности. В целом, речь идет, на мой взгляд, о том, чтобы вы, значит, могли себя... занять, да? Вы могли себя занимать. В целом, речь идет о том, чтобы вы чувствовали себя совершенно спокойно, и когда мужчина с вами, и когда мужчина без вас. В целом речь идет о том, чтобы вы раскрыли, вот именно раскрыли свою потребность в том, чтобы сравнивать себя, условно, значит, с другими людьми. Вот. В целом речь идет именно об этом, т.е. чтобы вы все-таки приняли себя такой, какая вы есть. Сейчас, на данный момент нельзя сказать, что вы себя такой, какая вы есть, принимаете, к сожалению. Т.е. вы сравниваете себя с друзьями, вы боитесь отношений, и т.д. Вот. Не менее важный момент, на мой взгляд, заключается в том числе и в том, чтобы определить, что вы чувствуете по отношению к своему молодому человеку. вот. Т.е. это не менее важный аспект, чтобы вы поняли, что именно вы чувствуете к мужчине своему. Т.е. что, к примеру, он для вас значит. Вот. Вот. Т.е. вот человек делает, да, у него как бы есть увлечение, у него есть такой выбор, а вы почему-то его выбор условно не принимаете. Вот. И вы здесь, по сути, производите впечатление такого созависимого партнера. Вот. Т.е. созависимый партнер это, чересчур нуждающийся в, чересчур нуждающийся в другом человеке. Вот. Собственно, именно это, мы, это и навело меня на мысль для том, что вы можете действительно, действительно, сами бояться одиночества. Вот. А страх одиночества, это непринятие, непринятие себя. Вот. Вот так. Вот, в целом, именно так. Т.е. постарайтесь обратить самое пристальное, или лучше сказать, как можно более пристальное внимание на своё разражение, ну, на причину своего разражения. Вот. И не пытайтесь это, вот, знаете, так, подавить, да. Вот. Подавлять, как раз таки, это не надо. Вот. А наоборот, чтобы нам это раскрыть, чтобы нам это исследовать, и чтобы нам понимать, лучше понимать, чем мы имеем дело. Вот. Так что, не бойтесь, не бойтесь раскрывать то, что вы чувствуете. Вот. Не бойтесь раздражения, которое вы чувствуете. Вот. Его бояться, на самом деле, не нужно. Вот. Бояться раздражения не нужно. Его нужно раскрывать. Вот. В этом мы можем вам помочь. Безусловно. Безусловно. Вот так. Так вот, можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что это было для вас полезно. Я надеюсь, что вы сделали для себя выводы соответствующие. Я надеюсь, что вам это было полезно, информативно. Вот. Если остались вопросы, дополнительные, вы можете задать мне их личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится наилучшим образом.